Я принимаю твой вызов. Я покажу, кто настоящий король, а кто пижон-однодневка. Ты мне нравишься. Мне нравится твоя наглость, мне нравится твоя молодость, мне нравится твой напор и твоя кофточка. Почтаться весело с Филиппом Киркоровым посидеть рядом и пообсуждать, как люди поют, когда я сам не умею петь абсолютно. Ты такой как бы всеядный, а у тебя нет каких-то вещей, которых бы ты не стал, которые противны, например, твоему музыкальному вкусу, и которые ты бы ради успеха не стал бы петь ни за что. Я думаю, что любую группу стекловато спел бы. Слава, чего вы его прессуете, скажите, а? А москвич это плохо? Это что, приговор что ли? Да, конечно. Слава, а вы откуда сами? С Хабаровска. Я объясню, дело в том, что успех... Филипп, какую непосредственно композицию вы бы предложили спеть? Я еще не знаю, мне надо... Зайка моя была бы нормальная. Понимаете, Слава рос на хорошей музыке. Он вырос на моих песнях. На настоящем русском хип-хопе. Он, может, не стал рэпером, потому что услышал Зайку, а я же первый рэпер в этой стране. Зайка моя, это же рэп. Поэтому у Славы хороший вкус. Но дело в том, что я могу вам привести просто классический пример уникальной песни. Одной из самых лучших песен, написанных в советское время и в русское время. Это Зайка моя. Господи, Боже мой. У тебя какие-то психологические проблемы с этой песней. Либо ты Зайц, или я не тебя. Вот. А есть кто-то хороший рэпер, кроме вас? С кем записать дуэт? Ленина Пакет. С кем записать дуэт? Ханза Май. Ага. Как Лени... Ленина что? Ленина Пакет. Ленина Пакет. Да. Ленина Ленина или Ленина Ленина? Ленина Пакет. Или Ленина Ленина это с косой? Пакет Ленина. Мне было бы интересно, нравится участнику песни Нюши или мои песни. Или, может быть, песни Филиппа Бедросовича. Зайка моя, например. Впервые за проект мы увидели душу этого человека, которая все-таки растрогалась. Давайте сохраним до конца выступление хотя бы этой девушки это состояние. Запомним состояние Гнойного в романтизме. Это сложный для меня вопрос. На какого рэпера я похож, Слава? На мразиша чем-то похожего. Мразиш? Да, который в белом шоколаде. Я объясню, что такое мразиш. Это не мразь, это болгарский певец. Называется он Азиз. Просто коллектив очень молодой в моем шоу. И они мне иногда подсовывают. Так я впервые познакомился с моим юным другом. С Вячеславом Валерьевичем. Красиво. Мне понравилось. Антихайп. Антихайп. Слава, отличная толстовка у тебя. Новая модель антихайпа, друзья. Филипп Бедросыч антихайп. Понимаешь теперь? Новый уровень. Я свою жизнь прожил не зря. Спасибо огромное. Счастливо. Спасибо. До свидания. Хороший парень. Что ж ты творишь-то, а? Какой же ты противный. Ужас. А в качестве новогоднего подарка я официально принимаю Филиппа Киркорова в антихайп. Антихайп! А тогда я уже скажу. А вы это коронирали. А я теперь скажу. Хорошо. Славочка, извини. Король говорит. Нет, нет, нет. Я просто тогда я хотел молчать. Слава пусть говорит, потому что это его идея. Пусть он и говорит. Мы посовещались, и король решил. Да, а я оглашаю. А как он решил, так и будет. Да, и всего лишь оглашат его о воле небесной. Про вашего нового соведущего. Я про Гнойного. Вячеслав. У него красивое имя. Вячеслав Валерьевич. Фамилия тоже у него такая звучная, артистическая. Я вообще не понимаю, зачем ему этот псевдоним. Может быть, переименовать его? Ну, это пусть он занимается этим, если ему это надо. Я его называю Вячеслав. Очень интересный собеседник. Очень интересный со-судья. Вот. Ну и все остальное пусть остается на его творческой совести. Значит, поехали. Уважаем старика. Давай! Потому что он, по-моему, превратился в очень трогательного, очень хорошего парня с большой, большим сердцем. Если честно, я прогнал про Эминема, потому что хотелось посмотреть на выражение глаз гной. Ну, просто хотелось гнойного посмотреть на его личико.